Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Baik U5 Plus. На видео автомобиль в комплектации Luxury, с бензиновым мотором объемом 1,5 литра, с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля серый металлик. Диски литые, 16-дюймовые, с шинами размерностью 205 на 55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение без регулировки по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Автоматический режим не предусмотрен. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 155 мм. Задние фонари светодиодные с динамическими указателями поворотов. Задняя противотуманка расположена в левом фонаре. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники без доводчиков. Регулировка корректора фар. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах, данные мультимедийной системы, данные навигации, индикацию систем безопасности и меню настроек автомобиля. Управление круиз-контролем осуществляется с помощью дополнительного подрулевого переключателя, расположенного слева от руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы два динамика. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. В автомобиле установлен кондиционер. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка AC отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрены два USB-разъема и розетка на 12 В. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Слева от руля предусмотрен небольшой бардачок. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач, вариатор. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Снизу предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Багажник открывается из салона автомобиля. Объем багажника составляет 430 литров. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо нажать на кнопки. Спинка сидений второго ряда складывается целиком. При сложении сидений образуется ступенька. Электропривод крышки багажника не предусмотрен. Плющок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 48 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 112 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Baik U5 Plus. В комплектации лакшери, с бензиновым мотором объемом полтора литра, с передним приводом и с вариатором. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Baik Автомир Химки. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина, и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!